здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал у меня есть уже целых два видео о розе этого сорта розе с вами в которых я рассказываю о плюсах и минусах которые я видела на тот момент когда она была помоложе и была вот такой как вы сейчас можете видеть в этих кадрах то есть она была не очень большой более или менее нормально себя держала в рамках но произошло некоторые изменения она подросла точнее прошел всего лишь один год с той поры как я снимала вот это и вдруг оказалось что эта роза когда становится повзрослее она становится просто огромной и в общем как это выглядит вы сейчас увидите я покажу это все расскажу и какие у меня к ней претензии претензии появились настолько большие что мне пришлось ее просто удалить здесь сейчас можно видеть что скромненько себе цветет роза видно что она почвопокровная подвязана но хоть я ничего не меняла не в уходе не удобряла ее и вообще не удобряла розы которые хорошо растут это умудрилась вырасти как какой-то гигантский монстр впрочем смотрите сами просто стала гигантом я пойду с этой стороны попробую отойти максимально насколько она широкая вот ветки которые наросли буквально в этом году вот эта все длина начинаю вот отсюда и вот это все возросла за 1 июнь сейчас просто июнь и вот это она вся и таких удочках так сильно она разрослась теперь смотрите как она здесь на надуге привязана там уже намотана несколько раз что с цветением казалось бы июнь самый период цветения цветки не очень потрепаны очень многие с сухой серединкой это максимальное цветение потом вот только волны таких волн уже не будет будет только ближе к осени еще хорошая волна что происходит пока одни на бутонах другие уже цветают серединки черные начинают сыпаться когда откроются эти бутоны здесь уже все завянет и посыпется будет некрасиво а так как цветков очень много они мелкие то ходить руками оббирать эти цветочки которые цветают очень неудобно никакая громадина она полностью закрыла мне вот эту розу которая вот здесь шарпез де фарм она на нее улеглась вот есть ветки где укладывается на нее обрезка не не спасает ситуацию потому что если я все это буду врезать вот эти длиннющие удочки что она просто не будет свести она цветет на концах удочек вы смотрите вот здесь тоже ветка которая начинается там аж где-то глубине и вот идет 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 и никаких ответвлений цветущих нет и цветет она только вот здесь аж конец удочки только на кончиках так же само происходит на многих ветках вот цветение и вот уходит 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 это ветка куда-то там я посмотрю с этой стороны как она разлеглась улеглась и попытаюсь отойти так чтобы было хорошо видно вот она своими удочками на соседнюю розу улеглась развалилась мешает ей также она лезет на хвойные лезет на другую розу которая вообще далеко от нее расположена можно здесь не очень видно довольно таки далеко она полезла своими удочками лезет везде ну и с мучнистыми постоянно боремся даже сейчас вы можете видеть она мучнистый опрыскать такую громадину сложно я ее все равно опрыскиваю но тем не менее она все равно на какое-то время затихает и опять это мучнистая то есть она проблематично в этом смысле здесь тоже хороший пример когда бутончики уже пооткрывались то есть все созрело более старые цветки уже не имеют вида они уже старые уже не тот вид то есть получается когда максимальное цветение настанет будет часть цветков вот таких уже некрасивых отцветающих и какой-то момент поймать когда она реально красивая не получается когда начинается цветение слишком мало цветочков когда нам они максимально откроются появится старой которые будут портить вид я не знаю как с этим бороться я с этим долго мучилась и отрезала эти ветки эти удочки но вот я отрезала ветку пожалуйста никакого цветения нет пока отрастут новые ветки такие же удочки только на конце удочки будет цветение то есть если какую-то себе берете имейте ввиду что перспектива на будущие годы вот такая будут длиннющие удочки если нужно какое-то большое пространство огромное заполнить этим цветом этой белой пены то можно если особенно вы на нее будете смотреть издали не сблизи то это не неплохая идея но в том месте где у меня я читала ее характеристики я думала она будет все-таки поменьше я не ожидала что она будет такой повторюсь это июньское цветение это не то что за лето у меня выросли эти удочки они выросли именно в июне у нас сейчас середина июня даже не конец и вот это вот мы наблюдаем вот здесь тоже наглядный пример маленькие бутончики которые скоро распустятся но уже давно распустившиеся портят вид уже вида не имеют какие-то выглядят уставшими какими-то подсушенными я конечно вот так вот отрываю что найду но постоянно ходить за ней вот так вокруг и все это отрывать а до некоторых еще и очень сложно добраться потому что все-таки колючие удочки торчащие в разные стороны это не тоже к чему приятно руку протянуть поэтому было бы гораздо удобнее если бы это была такая роза которая осыпается сама и пусть бы это лучше лежала на земле чем я вот так вот руками хожу и убираю чтобы на это не смотреть с одновременного такого цветения как вот есть такие розы которые полностью покрыты цветами почему покровным особенно это свойственно прям такие облака цветов у нее это не происходит у нее постепенное распускание с одной стороны плюс подольше это все цветет все-таки растянутого времени и неплохо смотрятся эти полу раскрытые бутоны но если при этом еще и те цветы которые уже как бы закончились отжили еще и осыпались но они к сожалению не осыпаются есть еще одна причина почему мне приходится убирать эту розу из своего сада дело в том что растения которые растут вокруг нее посажены тоже уже давненько и они уже подросли также и та что слева и та что справа розы стали побольше и туя которая с ней к ней прям рядом близко совсем расположена стала больше увеличился можжевельник который в ногах там находится и все они стали врезаться друг друга и на фоне всего этого вот эта роза вдруг становится монстром то есть это совершенно было неприемлемо для меня я не ожидала таких размеров и в этом месте она не подходит для другого места сада может быть но дело в том что сейчас уже невозможно было ее выкопать аккуратно оттуда не повредив корни и той же туи и соседних роз и можжевельника поэтому пришлось не просто расстаться не пытаясь вынуть ее корни красиво и аккуратно такие ошибки бывают у неопытных садоводов которым я была конечно же когда садила эту розу и бывают такие вот ошибки в описании розы потому что на юге ну не скажу что у меня прям сильный юг но по крайней мере роза у меня зимует без укрытия и вот в такой климатической зоне они могут перерасти свои размеры и вот так вот нас удивить поэтому нужно какую-то оставлять что ли аванс на случай что вдруг вот так перерастет да станет таким монстром чтобы не получилось как у меня что приходится просто удалять на этом буду прощаться всего вам доброго до встречи в следующих видео в следующих видео